Говорит науэ дальше, вот эти вот слова, приблизительно одинаковые, на что это указывает, говорит он внимательно. Он говорит, это указывает на то, что какие-то части, они несколько длиннее, чем другие части. То есть, не говорит же здесь, что одинаково было. Он говорит, что приблизительно одинаково, что указывает на то, что все-таки какие-то части длиннее. А именно, говорит он науэ, это киям и, наверное, что тащагуд. Киям и тащагуд. И дальше он говорит внимательно. Знай, говорит он, что этот хадис нужно понимать, как что это один из вариантов намаза прокори и саратусам. То есть, здесь описывается определенный вариант, определенная ситуация. А так, говорит, иначе, говорит, он передан достоверные хадисы, которые были приведены раньше, в которых сказано о удлинении кияма. Теперь, на что прокори и саратусам читал в утреннем намазе от 60 до 100 аятов. И во время зухра читал, что? Алиф ламим танзиль саджда. Правильно? Суру саджда. И сказано, что начинался намаз, читал свихама, начинался намаз, и шел человек на Бакье, на кладбище Бакье. То есть, не на своем кладбище, а там возле Бакье. Место, там справлял нужду. Потом возвращался к себе домой, совершал вуду, потом приходил в мечеть и еще заставал, что первый ракет, что еще был первый ракет. Дальше, передано, мы с вами все это проходили. Нау, если честно, напоминает нам с вами, что читал прокори и саратусам суру му'менин, да? Суру му'менин, пока не дошел до слов о мусе и гаруне, или о му'исе, да? И потом, что совершил руку, потому что начался кашель у прокори и саратусам. Дальше. Передано, что в Магребе прокори и саратусам читал суру тур и читал мурсалят. В Бухаре приведено, что прокори и саратусам читал в Магребе суру аль-Араф и наподобие этого. Все это указано, что прокори и саратусам были ситуации в некоторое время, когда он что? Удлинял чтение в намазе, удлинял намаз в зависимости от ситуации, в зависимости от времени, говорит Ан-Нау и Рахима Аллаху Та'аля. И вот этот хадис, который сейчас мы с вами изучаем, нужно понимать его тоже так, что это иногда так делал прокори и саратусам. Иногда делал так, а иногда делал так. То есть, этот хадис, он в общем указывает нам на что? Указывает нам на то, что мы можем с вами сделать выводы. Что он, как сказал Ан-Нау и Рахима Аллаху Та'аля, да. Раз говорит Бара, что он видел, что части приблизительно одинаковые, то указано то, что, значит, чтения и тишалы были не такими длинными. Это было облегчение в них, но это один из вариантов намаза. Спасибо.